Приветствую вас на блоге студии компьютерной графики Pulsar. Меня зовут Василий. Это первый видеоурок из серии видеоуроков по текстурированию в 3D Max. Текстурировать будем Dreadnought из мира Vracham F40000. На прошлой серии видеоуроков мы закончили его моделировать. Также я самостоятельно немножко адаптировал сетку. Сделал ее менее плотной. Удалил ребра там где они не особо нужны. В принципе вам этого можно и не делать. Для того чтобы его замоделировать и затекстурировать, вовсе не обязательно делать вот такую сетку. То есть я сделал ее, чтобы просто вам показать, что если того требует задача, то сетку лучше делать вот такую. Если вам говорят, допустим, сделать модельку, чтобы она была 10 тысяч полигонов или меньше, то вот тут есть такое значение, вызывается оно кнопкой 7 на клавиатуре. Просто 7 нажимаете и появляется. То есть вот у меня раньше было значение 56, по-моему, 1000 или 51 тысяча. Сейчас 37. То есть за счет удаления лишних ребер и создания новых в нужных местах, как бы я модельку оставил такой же, то есть ничего не изменилось внешне, но при этом сетка стала намного менее плотной. Так, ну я, конечно, не во всех местах ее правил. В многих местах она осталась не выправлена. Как бы так, без фанатизма поправил. Вот. Также я проделал вот тут вот такое отверстие, уходящее вглубь. Вот и выдавил с зажатой клавиатурой Shift вот этот вот стеклент туда, а тут удалил полигон. Также удалил задний тоже полигон. То есть тут такая вот получилась дырка, которая закрывается вот этим стеклом. Потом это стекло сделаем каким-нибудь матовым стеклом блестящим, как у настоящего дритноута. Вот. Что еще? Так же я чуть-чуть увеличил ноги до... То есть выделил все вот это. Вот так вот. И просто сгруппировал и отмасштабировал, чтобы практически была впритык. Вот здесь вот я опустил нижку. Так, что еще я сделал? И я разместил нашего дритноута по вот этому в центре. Здесь. Ну и собственно все, что вот это я сделал. Больше ничего такого не делал. Сейчас, воспользовавшись вот этими картинками, первостепенная задача нам назначить иди-материал у полигонов, которые будут белые, в дальнейшем на которых будет лежать белая текстура, надо назначить этим полигоном один иди-материал, а красный другой иди-материал. Золотым местом вот таким вот. Третий иди-материал. И я вот еще смотрю, тут есть четвертый, черный. Вот шланги всякие. Здесь вот черный иди-материал надо назначить еще. То есть всего четыре иди-материала. То есть я вот эту вот картинку переношу на второй монитор. У себя. И смотря на нее буду моделировать. Не моделировать точнее, а назначать вот этот вот иди-материал. То есть, давайте так усвоимся. Красный у нас первый, Белый второй, Золотой третий. Я даже себе на бумажке напишу. Красный один, Белый два, Золотой три, и черный четыре. Всего четыре иди-материала. Выбираем вот этот объект, и для начала создадим тут еще слой сплейн. Вернем ее на 90 градусов. И вот в этом месте создадим разрез. Так, теперь скроем все и начнем назначать. Для этого выбираем полигоны. И для начала давайте назначим всему вот этому объекту второй иди-материал, то есть белый. У нас у этого объекта больше всего будет именно белого. Теперь те полигоны, которые будут красный, иди-материал, мы вот их выбираем. То есть, то, что я сейчас выбираю, вы тоже выбираете, и это будет красный материал иди. Номер материала. Вот так вот все выбираем и назначаем первый иди-материал. Вот так вот, хорошо. Теперь сразу же создадим нашему материалу развертку текстурных координат. вот этому объекту создадим развертку текстурных координат, точнее. Есть такой модификатор, он WrapUVW. Он находится в стеке модификаторов, вот там вот в самом низу. Но я его вывел вот сюда. То есть я нажимаю WrapUVW и начинаем создавать, собственно, нашу развертку. Для этого надо, чтобы вот если полигоны вот так вот зажаты, надо отменить выделение, чтобы ничего не было здесь выделено. Ну, допустим, нажать на еще раз вот сюда. И только потом назначать модификатор on WrapUVW. Вот, собственно, развертка, которая создалась по умолчанию. Она выглядит вот так вот. Естественно, по такой развертке ничего нарисовать не получится, никакую текстуру нормальную. сейчас будем ее усовершенствовать, скажем так. Для этого вот тут есть кнопочка Select B Element. То есть, нажимая на один полигон, у нас должен выделяться, по идее, так, ну, понятно, в общем. Тут он ее разбил как-то вообще совсем уж непонятно. В общем. Странно. Так. Начинаем. Вот это вот все нам не нужно. Просто выбираем и назначаем маппинг Flatten Mapping. Вот здесь вот. И соглашаемся, нажимаем ОК. Все, у нас он создал вот такую вот текстурку. Сам. Теперь отключаем тут кнопочку Select B Element и выбираем Edge. И нажимаем вот сюда вот на этот Edge, например, и нажимаем вот сюда вот Stitch Selected. Он у нас прицепляет. Сейчас попробую объяснить, что происходит. То есть, я выбираю ребро. И у меня подсвечивается ребро на другом объекте, на другом объекте, которое у настоящего объекта, у настоящего объекта, которые соединены. Вот у настоящего объекта. И вот эта вот кнопка Stitch Selected, она как бы автоматически прицепляет этот объект вот синим ребром к выбранному. Вот, объект встал вот сюда вот. Видите? И вот таким макаром я просто выбираю. Смотрю, что загорелось. Ага, подходит. Stitch Selected. Нажимаю. Выбираю следующий. Ага, подходит. Подходит или не подходит, просто смотрите, какой-то сам по себе объект и как он сюда встанет. Сейчас поймете. Дальше будет видно. Сюда. Stitch Selected. Подходит. Замечательно. Но видите, вот он встал вот желательно и вот эти вот тоже захватить. То есть я закольцовываю и нажимаю Stitch Selected. У нас он вот так вот их соединяет. Также и здесь выбираю. Так, придется вручную. Потому что что-то с программой. Или это не с программой. Так, тут все хорошо. Получается так, хотя все нормально. Выбираем вот эти вот грани и также нажимаем Stitch Selected. Он у нас сюда вставляет. только здесь вот у нас получился перекос, конечно. Поэтому отменяем действия все Ctrl Z и давайте-ка просто прицепим вот к одной вот этой грани. То есть пусть будет лучше вот так вот. Зато тут нет никаких перекосов. по крайней мере хочется в это верить. Так, а вот здесь вот как вы видите у нас вот эти вот две вершинки можно соединить. Просто выбираем Target Weld вот здесь вот Target Weld и тянем и соединяем. Также и здесь вручную можно в принципе командой Target Weld соединить. Вот так вот. Так, поехали дальше. Выбираем вот эту грань. Смотрим. Я ведь понял почему у меня компьютер тормозит. Из-за работающей программы вот этой записи, которую записывают. Потому что когда я работаю без нее у меня ничего не тормозит. Только ее включаю и все. Начинается. Так, вот смотрите. Вот этот объект можно прицепить вот сюда вот. Но несложно заметить, что вот этот вот маленький наш выступ, если мы его сюда поместим, то вот эти части залезут на саму вот сюда вот. То есть одна текстура перекроется другой. Одна развертка перекроется другой. Это нехорошо. Когда мы наложим текстуру сюда, соответственно она накладется и сюда. Поэтому мы как бы соединяем стичь selected, но потом так Ctrl-Z я отменяю. Давайте просто выдвинем вот этот объект, вот это ребро вот сюда подальше. И теперь нажимаем стичь selected. Все. Продемонстрирую, что получилось. у нас не заходит одно на другое. И это в принципе нормально. Тут можно еще довести до ума. Вот так вот выбираем и вручную насколько это возможно подтаскиваем. Но это делать лучше в тех местах, где это будет незаметно. То есть там просто этого будет незаметно практически. А так текстурка лучше, чтобы не вытягивалась. Потом поймете в чем дело собственно. Так, вот видно то, что вот это можно прицепить вот сюда. То есть я выбираю и нажимаю стичь select. Все. Он у меня вот сюда вот так вот встал. При этом вот это также можно соединить. Все. Я так закрываю. вот эти вот зеленые разрезы показывают именно разрезы. И нежелательно, когда внутри разрезов, внутри вот этих зеленых контуров есть какие-то внутренние разрезы. Ну, тут в принципе все хорошо. То, что внутри есть зеленые разрезы, это просто такая геометрия. Сложная достаточно. Поэтому это нормально. Так, просто начинаем прицеплять все остальное. Так, как видите, вот это замыкается с этим. Если я сейчас нажму stitch select, то у меня выгнется. Видите, что происходит? Это нехорошо. Поэтому по кругу вот так вот ее закрывать нельзя. Так, тут тоже уже все. Тупик, тупик. Вот сюда вот можно так. Сюда можно, значит, соответственно, сюда тоже. Так. Вот сюда вот так же сюда. Так, здесь уже все. Так, смотрим, куда вот эта деталь подцепляется. Давайте ее тоже закроем полностью. Stitch select. Это, скорее всего, вот сюда. Но туда она не влезет. так и оказалось. Максимально ее компонуем. Так, закомпоновали. Теперь, теперь здесь собираем. выбираем и так же нажимаем Stitch selected. Так, вот обратите внимание, что эту детальку можно вот сюда вот прицепить. Соответственно, и с этой стороны тоже есть своя деталька. но для начала ее надо собрать. Так. И собираем. Stitch selected. Смотрим, это тоже можно сюда прицепить. Смотрим, что можно прицепить сюда, сюда уже ничего не прицепить. Так, максимально собираем оставшиеся детали. Так, сюда. Значит, соответственно, и сюда тоже можно прицепить. так, тут уже лучше не прицеплять, потому что соответственно, и тут тоже лучше не прицеплять. Тут тоже лучше не прицеплять, и тут лучше не прицеплять. Ну вот, все остальное уже находится внутри, куда лучше ничего не прицеплять, потому что будет перекрываться. Собственно создали Первую разверточку Так что у меня программка Работает как-то Не совсем хорошо И вот эта вот главная модель Она теряется Разверткой точнее И имейте это ввиду Когда вы нажимаете вот сюда Иногда происходят непонятные вещи И какая-то деталь может просто потеряться Для этого нажимаете Ctrl Z Чтобы вернуть все на круги своя Пока просто Не размещайте под центром Нам надо умудриться запихнуть Всего Дрекноута вот в это поле Нажмем клавишу M на клавиатуре И создадим Материал Можете создать стандартный материал Вере MTL Или Final Render Advanced Я вот выбираю Final Render Advanced И в канал Diffuse Запихиваю Вот такую карту Чекер называется Ставлю тайлинг У нее Порядка на 30 где-то Вот И применяем вот этот материал Так Что-то я не то нажал И применяем этот материал К нашей модельке Вот к этой части Нажимаем вот сюда Assign Material to Selection И вот этот наш чекер Делаем видимым Чтобы он отображался во Viewport То есть он покажет Как текстурка у нас Собственно легла На нашу модель Главное Чтобы не было никаких Перекосов А то что она вот так вот Немножко кривовато лежит То это значение не имеет Большую часть В принципе все хорошо Делаем Видимым все И начинаем работать Со следующей частью Например вот с этой Выбираем ее Скрываем все И я смотрю Где у нас красный Где белый цвет Она у нас целиком И полностью красная То есть мы назначаем ей Первый Иди материал Все Она вся будет красной у нас Теперь я также назначаю Unwrap UVW На эту модель Открываю UV Editor И смотрим Какую Карту создал 3ds Max Сам Она естественно Нам не подходит Потому что по такой карте Ничего не нарисуем Если я сейчас применю Вот к этой модельке Наш вот этот материал То вы увидите Как Легла на него карта То есть видите Она как легла То есть невозможно Ничего будет нарисовать По такой карте Текстурных координат Развертки текстурных координат Точнее UV координат Скажем так Вот Поэтому выбираем Нажимаем Маппинг Так Выбираем полигоны Маппинг Flatten Mapping И нажимаем Окей Все У нас он сразу же Создал что-то Но при этом Это что-то Очень много Сегментов Содержит Поэтому сейчас Также надо Эти все сегменты Соединить По возможности В один Большой Объект Выбираю Смотрю Как это мне Поможет Или помешает Так Вот это я сюда Пристыковываю А вот сюда Вот лучше не пристыковывать Чтобы не исказилось Также я смотрю Вот эту сторону Она у нас основная То есть лицевая Скажем так И вот сюда Вот можно прицепить Вот эту часть Так Оттащим пока сюда Чтобы Глаз не мозолил Так Смотрим То есть Эту можно В принципе Вот сюда Вот загнуть Для этого Выбираем Вот эти вот Ребра И нажимаем Так Вот это вот Ребра Отменить Зажатой клавиш Alt Я Снимаю Выделение Так Вот так Вот поместил Если у вас Моделька Выглядит Исказилась То можно Применить К ней Расслабление Как он работает Сейчас покажу То есть Выставляете Тут какое-то Произвольное Значение И нажимаете И нажимаете Вот сюда Он у вас Ее как бы Ослабляет И делает Такую Какая она По-настоящему Есть Без искажений Так Так Если мы сейчас Вот это Сюда Пришпандорим То у нас Может все Очень некрасиво Получиться Да Видите Она перекрывается Поэтому Лучше Ничего такого Не делать Собираем Из того Что есть Так Тут тоже Не совсем Красиво Получается Давайте посмотрим Куда нам Вот это Можно деть Так Тоже Никуда не деть Так Вот сюда Вот можно Прицепить Вот эту Штукенцу То есть Я выбираю Вот это Ребро Вот это Ребро И нажимаю Stitch Selected Он соединяет Как видите Соединил Он опять С небольшим Искажением Поэтому Давайте Еще раз Сделаем Ослабление Так как Значение Я уже Задал Я теперь Просто Тыкаю По этой Кнопочке И он Ослабляет Автоматически Так Это внутренняя Часть Внутренняя Часть Которую Тоже В принципе Можно Где-то Закрыть Закрыть Selected Нажимаю Так Теперь Выбираю Вот этот Элемент И смотрим Края У него В принципе Вот Так вот Вам проще Будет Это все Делать Потому что У меня Компьютер Страшно Тормозит Поэтому Я так Все это Делаю Немножко С опаской Так Затыкаю Если Где-то Произошел Вот такой Перекос То что Одна Моделька Как бы Залезла В другую То Вручную Прям Берете И поправляете Ничего Страшного В этом Нет Так Тут Уже Все С этим Поработали Так Дорабатываем С этой Частью То есть Нам Надо По возможности Чтобы Вот этих Лишних Деталек Было Как можно Меньше Давайте Вот это Вот сюда Вот Пристыкуем Так Это Все Сюда Так Это Можно Сюда Вот Так Вот Так Ну в общем То сделали Все что Могли Потому что Лучше я думаю Уже тут Ничего не Сделать Поэтому Берем Распределяем И точно Так же Убираем Пока Вот сюда Нам пока Тоже Пока Это не Пригодится Закрываем Смотрим Как у нас Все распределилось Все распределилось В принципе Хорошо И делаем Видимо Все Unhit All Нажимаем То что У нас Кубики Не соответствуют Квадратики Вот эти Не соответствуют Здесь То это Пока Не обращать На это Внимание Потом Поправим Когда Будем Всю Развертку Закидывать Туда Там И Поправим Теперь Создадим Вот здесь Нашу Разверточку Для этого Выбираем OnRap UVW Open UV Editor И Уже Без Предисловий Начинаем Так Выбираем Полигоны И Создаем Карту Вот Так Теперь Выбираем Самый Большой Объект Вот Этот И Попытаемся Все К нему Прицепить Все Что Возможно Так У меня Заглючил OnRap Вот этот Поэтому Я его Отменю Он Не Показывает Места Места Стыковки Выбираю Выбираю И Создаю Так И Выбираю Вот этот Самый Большой Наш Объект И Вот Сюда Сначала Пристыковываю Вот эту Часть Так Теперь Продолжаем По уже Знакомому Сценарию Наращивать Сюда Всякие Составляющие Так Тут Ничего Лучше Не Делать Тут Тоже Так Тут Прицепим Так Смотрим Куда Эти Детали Эти Детали Значит Вот Сюда Давайте Соберем Вот Лучше Здесь Ее Так Там Лучше Не Цеплять Так И Смотрим Куда Вот Это Это Также У нас Остается Не Использовано Вот Ну в принципе Этого Нам Достаточно Я Случайно Нажал На выход С 3ds Max Так В общем Вот Давайте Также Применим Вот этот Материал К этой Нашей Деталь То Что Все Маленькое Это Потому Что У нас Этот Объект Тут Большой То есть Сейчас Если Вот Так Вот Масштабировать То Соответственно Тут Все Приобретает Нормальное Значение Теперь Сохраняем Вот эти Вот UV Координаты Нажимаем Save И Сохраняем UV Координаты Здесь Как Задник Задник Плеча Задник Плеча Прямо По русски Пишем Факумить Папку И Сохраняем Теперь Открываем Открываем Объект На который Мы хотим Это скопировать Смотрим Как у нас Все было Нажимаем OnRab UVW И Load И Вот Эти Текстурные Координаты Мы сюда Скопировали Потому что Объекты Одинаковые Текстурные Координаты Ложатся Правильно Теперь Начинаем Работать Вот с Этим Объектом Выбираем Его И Начинаем Также Назначаем Ему OnRab UVW Назначили Открываем OpenUV Editor И Опять же Сходу Начинаем Mapping Так Убираем Сначала Polygon Mapping Flatten Mapping Ок И Смотрим Как у нас Все распределил Нам надо Вычленить Основную Переднюю Часть Переднюю Составляющую Вот она Вот это Передняя Составляющая Теперь Надо К ней Прицепить Все остальное Так У меня Опять Все Зависло Поэтому Я Заново Назначаю Не Зависло Точнее А не Показывал Не Показывал Так Вот сейчас Все Хорошо Выбираем Вот этот Объект И Начинаем Сюда Пристыковывать Вот так Вот Все Что только Возможно Пытаемся Сюда Прицепить Так Ну Опять же Смотрим Так Чтобы Сильно Объект Не Корявить Который Мы Прицеплять Будем То есть Если Тут Есть Небольшой Изгиб То И тут Пусть Будет Небольшой Но Вот этот Уже Изгиб Сюда Лучше Не Пристыковывать Итак Возможно У нас Может Ничего Не Получиться Даже При Так Даже При Так Ну Как я Предполагал Ничего Не Получилось Искажается Сильно Искажается Поэтому Выбираем Только Вот Этим Вот Эти Вот Выбираем Где Прямые Линии И Сюда Пристыковываем Вот Так Пусть Лучше Будет У нас Объект Немножко Разношерстный Торчащий Во все Углу Но При этом Будет Правильно Текстура На него Будет Ложиться Правильно Так Теперь Начинаем С этой Стороны Все Прицеплять Смотрим По возможности Что Можно Прицепить Вот Это Прицепляем Сюда Тут Лучше Не Прицеплять Смотрим Что У нас Сюда Может Прицепиться Тоже Лучше Не Прицеплять Так Вот Этот Объект Запросто Прицепится Сюда Хорошо Так Теперь Этот Сюда А этот Соответственно Сюда Не годится Так Попробуем Прицепить Посмотрим Что Получится Так Прицепляется Но Не Совсем Хорошо Давайте Его Оставим Лучше Пусть У нас Он Будет Отдельно Давайте Соединим Все Здесь Так Так Ну Там Где Пересекаются Там Лучше Не Соединять Оставим Их Отдельно Пусть У нас Они Отдельно Будут Вот Так Вот Смотрим Так Смотрим Теперь Куда Вот Этот У нас Может Прицепиться Просто Прицепляем Как бы Вы Просто Создаете Развертку Как будто Из бумаги Что потом Ее будет Очень легко Как бы Принцип Такой Что Блин Как объяснить В общем Мы Должны Развернуть Нашу Модель Таким Образом В общем Сейчас Попробую Объяснить Вот Смотрите У меня У меня Всегда Так Полурока Прошло Я только Начинаю Объяснять В общем Наша Вот эта Модель Предположим Сделана Из бумаги И Склеена Клеем Вот нам Надо Создать Большие Листы Которые Мы В жизни Сделали Из бумаги Чтоб Они Не Искажались Не Растягивались И Потом Программа Как бы Вот Вот эти Зеленые Линии Это Как раз Места Где Разрезы Склеены То есть Тут Допустим Склеено Клеем А Вот Эти Большие Это Все У нас Цельные Цельные Листы Бумаги И мы Создаем Вот Эту Развертку Чтобы Ее Склеить Так Удобно И По ней Потом Удобно Чтобы Было Рисовать Потому Что Если Слишком Много Мелких Деталей Будет Потом Замучаемся Замучаемся Рисовать По ней То есть Поэтому Мы Собственно И сшиваем Вот Эти Вот Остатки В Принципе Этого Можно И Не Делать Но Это Неправильно Как Б Надо Стараться Делать Все Чтобы Было Потом Проще А Не Наоборот То Есть Легко В Учении Или Тяжело В Учении Легко В Увольнение Поэтому Лучше Сейчас Попотеть Сделать Нормальную Развертку А потом Быстренько Ее Совершенно Не Напрягаясь Так Это У нас Вот Тут Она Внутри То есть Пусть Остается Как Есть Это Тут Внутри Это Тут Внутри Это Соответственно Здесь Внутри Пусть Все Остается Как Есть Выбираем Нажимаем На Упаковку И он Вот Так Опять Потерял Вот Этот Основной Главный Объект Так Так Придется Придется Вручную Выбираем Все Вот Эти Вот Наши Объекты И Вручную Масштабируем Ну И Как Это Вот Сюда Пока Прячем Так Закрываем Применяем К этому Объекту Наш Материал Смотрим Что Получилось Все Хорошо Так Еще Мы забыли Назначить Иди Материал Вот Вот Этим Вот Этому Объекту Так Переводим Его в Конверт Только Конверт Родит Обли Поле И Назначаем Ему Первый Иди Материал Потому Что Это Все Красное Так же При переводе У нас Карта Сохраняется Так Что Не Переживайте При Конвертировании В Полигональную Модель С Созданной Картой Карта Сохраняется И Здесь Так же Только Можно Было Сделать Это Сразу Ж Ну Не Сделали Что Поделать Так Вот Карта Все Осталось Поэтому Начинаем Дальше Переходим Вот на Эту Часть На Переднюю Переднюю Часть Выделяем Ее И Давайте Сразу Чтобы Это Вот Выделим Герб У нас Вообще Отдельная Отдельная Модель Поэтому Ее Как бы Потом Будем Отдельной Вот Это У нас Будет Золотой Материал То есть Золотой У нас Третий Иди Материал Так Этот У нас Он у нас Какого Цвета Он у нас Красного Цвета А Это Первый Иди Материал Но У нас Есть Вот Такие Вот Золотые Тут Вставки Они У нас Должны Содержать Третий Материал То есть Я их Убираю Эти Все Вставки Ну Вот Это Вот Не Видно Но Я Заодно Тоже Выделю На Всякий Случай Потому Что Случай Бывает Всякий Вдруг Потом Где Ни Пригодится Так Выделяем Все И Снаружи И Снутри Наша Задача Так Просто Назначить Иди Материал Этим Полигоном Очень важное Замечание Имейте Ввиду Или Будьте Внимательны И не Выделите Случайно Какой Нибудь Полигон Потому Что Потом Мы будем Накладывать Текстуру И у нас По Тому Какие Полигоны Сейчас Будут Выбраны Потом Текстура Золотой Материал Может быть Не там Где Это Надо Так Вот Так Вот У нас Это Все Выглядит Наверху Тут Нету Никаких Золотых Прогрелок Вроде бы В общем Вот так Вот Это Дело Оставляем Смотрим Где еще Не выделено Вот Здесь Вот И вот Здесь Вот Хотя Тут В принципе Не будет Вид Так И Применяем К этим Полигонам Третий Дематериал Все Теперь OnRub UVW Open Editor И Назначаем Маппинг Flatten Маппинг У нас Все Вот Это Дело Так Распределил Так Надо Начинать Нам С Основной С Основного Вот Этого Участка Так Понятно Что Тут Должны Прицепляться Сюда Некие Объекты Поэтому Сразу же Их сюда Прицепляем Вот Так Вот Также И Здесь Теперь Перейдем Вот К этому Объекту К Большому Золотому И Начинаем Уже Вот Сюда Прицепляем Так Внимательно Смотрите Чтоб У вас То Что Вы Хотите Прицепить Все Ребра Были Красными Выбираете Их И Прицепляете Смотрим Куда Эти Объекты Они Значит Вот Сюда Вот Идут В том Числе И Вот Это Дно Давайте К этому Дну Их Их Прицепим Лучше Снаружи Пусть Будет Чем Внутри Так Вот Эти Тоже Боковинки Выделяем Ну И Наконец Вот 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 Так Вот Все Это У нас Получилось Разбросали На Такие Составляющие Закрываем Применяем Наш Материал Все Замечательно Легло Так Теперь Вот Этот Вот Герб Как Я уже Говорил Его из Сплайна С Экстудом Надо Или я не Говорил В общем Его надо Перевести В полигональную Модель Конвертировать В полигональную Модель Конвертируйте Его В полигональную Модель И Удалите Задний Вот этот Полигон Там Сзади Есть Полигон Могу Показать Что Он Там Есть Вот Это Задний Полигон Его Надо Удалить Здесь И Здесь Потому Что Он нам Только Будет Мешаться И Переводим Это Все Значит В Unwrap UVW У нас Это Все Выглядит Вот Так Вот Создаем Значит Опять Маппинг Flatten Маппинг И Вот Так Вот Он У нас Все Это Дело Разбросал Так Выбираем Все Вот Эти Вот Полигоны И Сшиваем Из них Делаем Одну Полоску Unfold Mapping Делаем И Он Как Бо И Всех Создает Из Всех И Делает Одну Вот Такую Полоску Не Из Всех Но Все Равно Все Стало Намного Лучше Чем Было Как-то Совсем Нехорошо Получается Попробую Снова Но Наверное Вряд Что-то Изменится Ну Путь Хоть Так Будет Не Буду Растаскивать Так А вот Этот Вот Наш Череп Надо Его Повернуть Правильно Вот Приблизительно Вот Так И Вот Этот Наш Нижний Значит Нижний Вот Эту Ленту Все С Этим Тоже Закончили Теперь Переходим Вот Сюда Вот Сейчас Если Сюда Применим Материал То Вот Так Сейчас Переходим К этому Также Выделяем OpenUV Editor Mapping Flatten Mapping И Точно Так же Здесь Все Это Дело Так Значит Делаем Вот Так Вот Так Вот Так Видимо Все Остальное Относится К Внутренней Части Поэтому Лучше Не трогать Так У меня Тут Все Немножко Глючит Так Вот Этот Элемент У нас Его Не Прицепляем Я Случайно Его Прицепил Потому Что Пусть Остается Такой Какой Есть Давайте Лучше К нему Все Прицепим То есть Надо Выбирать Те детали Которые Самостоятельные И К ним Прицеплять Отростки Все С этим Тоже Закончили Потом Поправим Так Он Хит Так Я Случайно Нажал Он Хит Ау Нажимаем Ну вот Собственно Мы уже Сделали Развертку Передней Части Практически Так Еще Так Тут Мы Все Поденазначили Теперь Теперь Покажу Как Можно Сделать Развертку Вот Таких Вот Сложных Деталей Например Вот Этих На Ногах Тут Придется Сделать Немножко По другому Принцип Будет Немножко Другой Так В принципе Тоже Не сложно Так Как Тут Деталька Вот Такая Сложная И Развернет Он Немножко Неправильно Тут Лучше Воспользоваться Другой То есть Мы Внутреннюю Грани Выбираем И Сначала Вот Тут Есть Такая Галочка Map Sims Отменяем Ее Чтоб Он Не Показывал Эти Зеленые Линии Они Нам Не Нужны И Выбираем Все Линии Здесь Вот Здесь Вот Так Вот Убираем То Есть По Кругу Мы Будем Сейчас Создавать Швы Швы По Которым Потом Это Наша Модель Сама Как бы Карта Создастся С помощью Кнопочек И Еще Так Я вот Тут Случайно Никто Выбрал Поэтому Отменил Все Действия В общем Надо Внимательно Смотреть Чтобы Выбраны Были Только Вот Эти Вот Часть Так Вот Опять Не то Выбрал Отменяю Комбинацию Клавиш Ctrl Z Выбираю Вот эти И Выбираем Все Не все А вот В местах Так Вот В таких Местах Выбираем Вот эти Вот Тоже Швы Так У меня Все Достаточно Безбожно Тормозит Но Это Мне Не помешает Показать Как Это Делать Так У меня Тут Выделились Ненужные Грани Поэтому Я Все Отменяю Выделение И Заново Только Внешние Вот Так Вот И Выбираю Еще Вот Эти Вот Так Я Случайно Не Туда Ткну Так Вот У меня Почему-то Выделяется Все равно Вот Сюда Уходит Непонятно Почему Так Происходит Так Сейчас Пробуем Понять Почему Так Происходит Мы Выбираем Внутренние Ребра И К Внешним Абсолютно Не Лезем Так Ага Теперь Теперь Начинаем Выбирать Вот Эти Вот Маленькие Ребра Так Давайте Сразу Переведем Вот Эти Наши Выбранные Выбранные Ребра В швы Вот Тут Есть Кнопка Convert Edge Selection To Sims Сюда Нажимаем Они Настали Вот Такими Синенькими И Начинаем Работать Лучше С созданием Швов Сразу То есть Мы Нажатием Кнопки Создадим Шов Потому Что Мне Кажется У меня Неправильно Работает Выбор Этих Эджей Поэтому Я Лучше Вот Вручную Поодиночной Тыкает Создам Эти Вот Швы То есть И вы Также Создавайте Швы Вот Здесь Последний Шов То есть Мы Создали Во всех Местах Где Чтобы Модель При Развороте Не Исказилась Желательно То есть Вот таких Вот Важных Моментов Так Теперь Выбираем Какой Полигон И Выбираем Вот Эту Кнопку Expanded Face Selection To Sims И Нажимаем Pelt Map Нажимаем Start Pelt Он Его Так Раскукожит Но Тут Видно То Что Ему Не Хватает Вот Этой Области Круга Вот Этого Его Можно Увеличить Вот Через Помощь Select Tracher Выбираем И Вот Так Вот Этот Круг Увеличиваем Смотрим Что Получилось Теперь Вроде Все Нормально Хватило Ему Тут Сделать Можно И Relax Нажимаем Setting Relax Переходим В Face Face Тут Ставим Единичку И Командой Apple Apply Вот Это Значит Делаем Потом Нажимаем Команду Comet Все У нас Карта Создалась Вот Этого Наружного Слоя Полигонов Теперь Надо Создать То же Самое С Внешним Выбираем Внешний Полигон Нажимаем Вот Сюда Нажимаем Pilot Map Также Сразу Увеличиваем Вот Этот Наш Нашу Область И Start Pelt Тут же Relax Переходим В Face И Start Relax Ну и Все Он у нас Вот Такие Их Сделал Мы Упаковываем Тут Упаковка Работает Нормально И Чтобы Выправить Выправить Их Относительно Относительно Значит Сент Относительно Вот Этого Карты Мы их Вот так Вручную Поворачиваем Также Можно Воспользоваться Выбрать Какое Нибудь Ребро Одно Ребро И Относительно Этого Ребра Выровнять Всю Модель То есть Он Как бы Нажать Нашавшую Сюда Он Всю Эту Модель Как бы Поправит Относительно Этого Ребра Сейчас Покажу На примере Вот этого Ребра Нажимаю Сюда И он Как бы По этому Ребру Выравнивает Всю Модель Вот Нажимаем Снова Сюда Вот И он Как бы Там Их Распределяет Так Теперь Сохраняем Координаты Как щиток Сохранить У меня Просто Уже Был Я тут Пробовал Сам С этим Щитком В общем Вот И Теперь Делаем Видимо Все Он Hit All Выбираем Второй щиток И Также Задаем Модификатор Unwrap UVW И Через Волод Вот Этот Щиток Сюда Также Закидываем Щиток У нас Красного Цвета Поэтому Давайте Модели Сразу Задим Первый Иди Материал Так У меня Все Тормозит Поэтому Компьютер Немножко Тебя Ведет Нагло Так Вот Сейчас Посмотрим Как у нас На них Ляжет Наша Текстура Текстура На них Ложится Очень Даже Хорошо На этом К сожалению Время Нашего Первого Видеорока По Текстурированию Подошло К концу Вы Самостоятельно Затекстурите Все Подобные Части Я Покажу Сложные 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 Разветки С такими Вещами Как Вот Вот Эти Вот Такие Объекты Например Вот такие Шланги Ну и Все остальное Вы в принципе Сами Можете Без проблем Сделать Аналогичным Способом Да Вот Эту Вот Тоже Оставьте Для уроков Лучше Сами Не Не Делайте Потому что Наделайте Дело Вот На следующем Уроке Продолжим Развертку Делать Вот Этих Сложных Деталей На этом Я прощаюсь С вами До Скорых Встреч Деталей